Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Ни воды, ни информационного оповещения. Прокуратура проверит действия подрядной организации, устранявшей аварию в крутых ключах. Не нужен нам вайбер заморский. В областном правительстве пояснили, в каких случаях лучше использовать российский мессенджер «Там-Там». Год неволи за взятку в крупном размере. Сотрудники ФСБ поймали оборотня в погонах. Новая победа в копилке «Самары ГИС» программа «Право на маму» заняла второе место во всероссийском конкурсе «Семья и будущее России». Опустились на восьмое место в турнирной таблице. Крылья советов потерпели поражение от лидера премьер-лиги и чемпиона страны. 30 миллиардов рублей планируют направить Самарскую область на реализацию национальных проектов. Главный финансовый документ региона обсудили на расширенном заседании правительства. Какие новые статьи расходов появятся в бюджете, узнала Лариса Шалафаст. Главный финансовый документ Самарской области сохранит социальную направленность. Увеличатся зарплаты бюджетников. После того, как МРОД с нового года превысит отметку в 12 тысяч рублей, им положены доплаты. Это коснется более 37 тысяч работников. Проиндексируют выплаты региональным льготникам – ветеранам труда, ветеранам войны, труженикам тыла. В бюджете запланированы дополнительные средства, которые позволят увеличить зарплату тренеров в областных госучреждениях в среднем на 30%. Важнейшая задача бюджета – гарантированное исполнение всех социальных обязательств, в том числе новых мер поддержки, которые предусмотрены в рамках приоритетных национальных проектов. Хорошие новости для молодых семей, которые еще не решили квартирный вопрос. В областной казне существенно увеличена сумма для решения этой проблемы. Новоселье в следующем году должны отпраздновать 1280 семей. Вводятся и новые для региона меры поддержки. В 2020 году каждой самарской семье, где родился первый ребенок, будет вручаться подарок новорожденному. Подарочный комплект детских принадлежностей. Сегодня уже достаточно хорошо отработал Министерством социального развития совместно с Минздравом. Кроме того, мы хотим помочь семьям, которые не успевают воспользоваться программой «Молодой семье. Доступное жилье» из-за достижения 36-летнего возраста. Вы знаете, что этот вопрос обсуждался, достаточно остро ставился. С 2020 года таким семьям с детьми, имеющим ипотеку из областного бюджета, будут предоставляться выплаты на компенсацию процентов по ипотечным кредитам. Еще одно новшество. С 2020 года у всех детей с ограниченными возможностями здоровья появится возможность бесплатно два раза в день питаться в школах. Речь идет о шести тысячах учеников. Еще одна крупная статья расходов касается поддержки ветеранов и тружеников тыла. Первым отремонтируют жилье, вторых должны обеспечить квартирами. Не забыли в правительстве и про талантливых детей. В регионе появятся четыре школы, которые войдут в список базовых учреждений Российской академии наук. Кроме того, в ближайшие три года планируют спроектировать, построить или реконструировать 9 домов культуры, 15 детских садов, 12 универсальных спортивных комплексов и 11 больниц. На следующий год в областной больнице Минисередавина будет проведена реконструкция приемного отделения главного корпуса, что позволит полностью отделить потоки плановых и экстренных пациентов. Не забыли ни о ком, ни о ветеранах, ни о людях с инвалидностью. Очень хорошо прошлись по образованию. Не забыли и муниципалитет. В общем, мы видим комплекс. В проекте областного бюджета запланировано серьезное ассигнование на реализацию национальных проектов – более 30,5 миллиардов рублей. Это позволит привлечь в регион значительный объем средств федерального бюджета и обеспечит полное участие Самарской области во всех нацпроектах. Параметры областного бюджета представлены пока без учета тех денег, что поступят из федерального центра. Их учтут после того, как Государственная дума примет бюджет. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. В Самаре открылся головной офис крупной немецкой компании «Линдоинжиниринг». Трудиться здесь будут более 160 высококвалифицированных инженеров. При этом всего трое иностранных специалистов. Компания арендовала здание в центре города. Это памятник культурного наследия. В нем располагались духовные консистории и правление епархии. Долгое время здание было заброшено и теперь обрело вторую жизнь. На открытие побывала наша съемочная группа. Уникальный памятник архитектуры, дом архиерейского подворья, обрел вторую жизнь. Здание в центре Самары, построенное в начале 20 века, и предназначалось для размещения правления Самарской губернской епархии. С начала 2000-х не эксплуатировалось и пришло в упадок. Восстановление началось три года назад, в преддверии Чемпионата мира по футболу. Фасад решено было воссоздать в соответствии с первоначальным обликом на момент 1905 года. Внутри помещение превратилось в современный офис. Средство на это направила немецкая компания «Линде Рус», которая теперь арендует помещение и открыла крупнейший инжиниринговый центр. Здесь будут работать не только иностранные специалисты, но и самарцы. В этом офисе работают три иностранных специалиста, остальные – россияне. Они будут сопровождать крупные проекты «Линде» по России и в странах СНГ. Компания «Линде» вложила в реставрацию самарского памятника архитектуры больше 100 миллионов рублей. Средства направили на внутреннюю отделку, мебель и технику. Современный офис оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Новая жизнь» – памятник архитектуры, еще один пример системной работы правительства региона по восстановлению заброшенных и недостроенных объектов под нужды крупных компаний и государственных учреждений. В этом году в Самаре открылся Дом правосудия, завершается строительство шестого кассационного суда. Внимательное отношение к инвесторам и профессионально подготовленные самарскими вузами инженеры. Немецкая компания сделала выбор в пользу Самары не случайно. Для Самарской области это, конечно, очень важно, поскольку наряду с традиционными компетенциями в сфере аэрокосмической, машиностроения, химии, нефтехимии, для нас крайне важно еще одну компетенцию за нашим регионом сохранить – это инженеры. Немецкая делегация приехала в Самарскую область на российско-германский форум, на котором руководители более 70 компаний налаживают новые торгово-экономические связи. В регионе уже работают несколько крупных иностранных предприятий. Гости предложили Самарской области поучаствовать в одной из крупнейших выставок в Берлине. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. Ни воды, ни информации, когда она появится. Прокуратура начала проверку действий подрядной организации, которая устраняла аварию в микрорайоне «Крутые ключи». Ремонтники не сообщили о порыве трубы с холодной водой, и жители не знали, в какой срок будет устранена проблема. Об оперативном распространении информации коммунальщикам напомнила глава Самары Елена Лапушкина на еженедельном совещании. Какие еще темы обсуждались на планерке в мэрии, расскажет Андрей Горгуленко. Три дня без холодной воды. Жители микрорайона «Крутые ключи» оказались в непростой ситуации, при этом оставаясь в неведении, по каким причинам было отключение. Выяснилось, труба дважды рвалась, о чем подрядчики не сообщили в районную администрацию. Теперь оценку их действий даст прокуратура. Об этом главе Самары рассказали на еженедельном совещании. Такая ситуация недопустима, подчеркивает Елена Лапушкина. Люди должны знать о причинах аварии и, главное, о сроках ее устранения. Самое главное, чтобы это не повторялось. Мы выстраиваем отношения, опять как это аварийное отключение, опять все забывают о своих обязанностях, и опять мы потом долго-долго разбираемся, объясняемся с людьми. На будущее, если у нас есть достаточно серьезное отключение, это надо в любом случае каким-то образом оповещать людей. Еще одной темой рабочего совещания стало развитие дополнительного школьного образования. Сейчас в Самаре более 9 тысяч детей занимаются творчеством в 26 школах искусств. Нужны еще 12. Открыть их позволит национальный проект «Культура». Для одной из школ уже присмотрели здание – бывший кинотеатр «Юность». Во всех новых микрорайонах Самары тоже пока отсутствует школа искусств. Эту проблему планируют решить, арендуя помещение. Недавний успешный пример – в «Крутых ключах». Там учебные классы открыли на первом этаже жилого дома. Безусловно, мы понимаем, что у застройщиков территории есть помещения, которые, еще раз повторюсь, могут быть сданы в аренду, либо использована та модель, которая была применена на открытии школы в «Крутых ключах». На рабочем совещании обсудили подготовку к параду памяти, который состоится на площади Куйбышева 7 ноября. К этому дню установят две гостевые трибуны, ограждения и входные металлодетекторы, биотуалеты и дополнительные мусорные контейнеры. Для ветеранов Великой Отечественной войны, а их будет не меньше трех сотен, будет организован транспорт, экскурсия по музейной экспозиции, посвященной параду, а также бесплатный горячий чай на площади. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Региональный оператор запустил многоканальную горячую линию. Теперь операторы колл-центра обязаны ответить на звонок в течение 10 минут. Какую информацию, связанную с ТКО, можно выяснить по телефону, знает Елена Малютина. В колл-центре регионального оператора каждый месяц принимают 10 тысяч звонков. Раньше их было в разы больше. Пик пришелся на июль. Для комфорта самарцев и жителей области сделали многоканальную горячую линию. Здесь трудится 12 сотрудников. По регламенту они обязаны в течение 10 минут ответить на звонок. Но, как правило, время ожидания меньше. Теперь выяснить интересующие детали можно по телефону. Например, если в квитанции закралась ошибка. Жителям 10 городских округов, где начисление идет по квадратным метрам, в случае какой-то некорректной информации в квитанции нет необходимости посещать наш центр обслуживания. Им достаточно позвонить на горячую линию. Специалисты наши фиксируют информацию о формах разработанных. Затем эта информация передается в расчетный отдел. Мы делаем запрос в Росреестр. И по итогам этого автоматически происходит корректировка в квитанции. В начале года, когда новая система обращения с отходами только заработала, людей интересовало, что это за новая структура – региональный оператор. Теперь вопросы задают по тарифам. Так, в селах вывоз мусора оплачивается с каждого человека, проживающего в доме, в городах, исходя из квадратных метров. Если зарегистрированные граждане не проживают, они со своей стороны либо предоставляют временную регистрацию в месте пребывания, либо предоставляют договорное жилье, если жилье снимается. Также предоставляется квитанция по месту оплаты, по месту постоянного места проживания. И собственник обращается в Центр обслуживания населения, производится перерасчет с момента написания заявления. Перерасчет полностью от оплаты не освобождает. Начисления будут приходить по количеству собственников жилья. В колл-центр регионального оператора можно обращаться в будни с 8 утра и до 7 вечера. Елена Малютина, Максим Гусев, События. Самарским школам не рекомендуют пользоваться иностранными мессенджерами. Речь идет только о служебной информации. Родительские чаты могут по-прежнему вестись в Вайбере. Ранее в социальных сетях появилась информация, якобы в самарских школах вводится запрет на Вайбер и Ватсап. Как пояснили представители региональных властей, в образовательные учреждения рассылались письма с предупреждением, а не запретом на использование. Департамент информационных технологий и связи Самарской области дал ряд рекомендаций с целью защитить информацию и персональные данные госслужащих, государственных и муниципальных учреждений. Использование зарубежных информационных платформ, почтовых сервисов, мессенджеров, соцсети не гарантирует защиту информации. Поэтому для внутренней переписки, финансовых отчетов и личной информации рекомендовано перейти на российские мессенджеры. Все, что касается служебной информации, никаких не может быть вопросов. Могут же выбирать различные мессенджеры, те, которые относятся к разряду российских, но переходить надо на российские. Мы всех призываем до конца года сделать. Это касается и правительства, и министров, и министерств, и подведомственных организаций. А теперь коротко о других темах дня. На пожаре в Самарской области сгорели двое детей. Ночью в воскресенье загорелся частный дом в селе Красная Горка. До приезда спасателей из него успели спастись женщина с ребенком. Медики госпитализировали их в Кенель-Черкасскую районную больницу. В час ночи при разборе сгоревших конструкций дома пожарные обнаружили тела детей – двух девочек возрастом 1 год и 3 года. По данным МЧС, площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Полностью потушить огонь удалось в половине второго ночи. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неисправной электропроводки. Обстоятельства случившегося уточняются. Страшное ДТП произошло в Самаре. Уснувшись за рулем, водитель протаранил группу велосипедистов, ехавших по обочине трассы М5. Всего в группе находилось 8 спортсменов. В результате ДТП пострадали пятеро. По словам одного из участников велопробега, люди попадали словно кегли, а велосипеды были разбиты. От серьезного вреда здоровью спортсменов уберегла экипировка. Сегодня в Самаре перекрыли движение по Красноглинскому шоссе. Проезд ограничили в районе пересечения с Волжским шоссе. Это связано с работами на сетях. Сегодня начинается перекладка напорного канализационного коллектора диаметром 400 мм. Трубы прослужили более 40 лет. Объехать участок можно будет по улице Сергея Лозо. Планируется, что работы продлятся до конца октября. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать маршрут следования. Минтранс Самарской области объявил конкурс на организацию зимней переправы из Самары в Рождественно. Сумма контракта составляет почти 17 млн. рублей. Перевозки должны осуществляться судном на воздушной подушке с 25 ноября до 6 апреля. С понедельника по четверг будет совершаться по 88 рейсов в день. С пятницы по воскресенье – 108 рейсов в день. Продолжительность поездки составит 10 минут. Для взрослых пассажиров стоимость билета будет 75 рублей. Для детей от 5 до 10 лет – 37,5 рублей. В Самаре сократили трамвайный маршрут номер 7. С понедельника составы не будут ходить до стадиона «Самара-Арена». Это связано со строительством трамвайного поворота. Составы будут курсировать по сокращенному седьмому маршруту до окончания работы. А именно – от Барбошиной поляны до станции метро «Победа». К стадиону хотят пустить не только трамвайные маршруты номер 22 и номер 24, но и номер 21, номер 24К и номер 25. Программа «Право на маму», которая выходит на нашем телеканале, стала лауреатом всероссийского конкурса «Семья и будущее России». Передачу Ольги Шелест отметили профессиональные московские эксперты и коллеги с федеральных каналов. В чем заключается уникальность проекта, расскажет наш корреспондент Анатолий Головко. Второе место на престижном всероссийском конкурсе «Семья и будущее России» и признание коллег. В этом году программа «Право на маму» стала одной из лучших в номинации телевидения. По словам автора и ведущей Ольги Шелест, проект телеканала «Самара-ГИС» уникальный и не имеет аналогов России. Благодаря нашей программе «Дети-сироты» находят новые семьи. Ольга признается, призовое место в конкурсе для нее – большая неожиданность. Самой высокой для меня личной оценкой был звонок уже, когда я вернулась в «Самару» из Москвы, директора телеканала «Культура» Игоря Пелиева, который сказал, что я не мог вам не позвонить, потому что за последние годы лучше вашей программы я ничего не видел на российском телевидении. Команда, которая трудится над созданием программы «Право на маму» – небольшая. Это ведущий и автор проекта Ольга Шелест, режиссер Олег Поломеев и оператор Николай Сидоров. Участники коллектива не понаслышке знакомы с проблемами детей-сирот и детей с инвалидностью. Каждый из создателей пропускает программу через свое сердце, вкладывает частичку себя. Есть такая расхожая фраза «Спешите творить добро». Ну вот я, наверное, этим и занимаюсь. Может быть, эта программа – это как раз попытка сотворить немножко добра. Программа «Право на маму» выходит в эфир телеканала «Самара ГИС» по понедельникам в 19.30. Также ее можно посмотреть в наших социальных сетях и на видеохостинге YouTube. Анатолий Головко, Дмитрий Мешканцов. События. Все в армию в промышленном районе Самары прошла патриотическая акция «День призывника». Этот праздник объединяет тех, кто в ближайшее время пополнит ряды российской армии с теми, кому еще учиться и учиться. Чем удивляли организаторы акции будущих защитников Отечества, расскажет Никита Борисов. Спасибо всем за помощь на пути. Зажгли огонь в груди, и он вас не забудет. Мы все – звено одной большой сети. Сергей Шакиров с 11 лет занимался в военно-патриотическом клубе. Получил несколько медалей за участие в парадах памяти. Теперь Сергей – призывник, и скоро отправится служить в президентский полк. Рассказывает, мечтал попасть в самые престижные войска России с самого детства. Служба для меня – это в первую очередь развитие самого себя в плане духовном и физическом, и защита, естественно, своей Родины. В промышленном районе Самары прошла акция «День призывника». Ее цель – рассказать о том, что служить в армии престижно. День призывника проходит для старшеклассников, юно-армейцев и тех, кто отправляется служить. Организаторы подготовили обширную программу. Мастер-класс по сборке и разборке оружия, выставка предметов казачьего быта, выступления военно-патриотических клубов ОМОНа и Росгвардии. Акция проводится дважды в год во время осеннего и весеннего призывов в разных городах и районах Самарского области. Никита Борисов, Николай Сидоров. События. Рисуют, пишут стихи, занимаются наукой. С выходом на пенсию жизнь только начинается. Во Дворце ветеранов организаторы проекта «Ветеранская книга» рассказали школьникам о творчестве удивительных людей серебряного возраста. Елена Малютина подробнее. Люблю тебя, моя Самара, твои вечерние огни, когда весной поет гитара и дарит трелес лавьи. Мне дороги твои бульвары, проспекты, улицы твои, и ты владеешь достоянием твоими добрыми людьми. Стих о любви к родному городу читает лауреат проекта «Ветеранская книга» Светлана Монакина. Более 20 лет она проработала учителем русского языка и литературы. Всю жизнь пишет стихи. Говорит, с выходом на пенсию жизнь только начинается. Ее произведения вошли в «Ветеранскую книгу рекордов». Это уже седьмое издание, вышедшее в Самаре. Организаторы отбирают для публикации не только стихи и прозу пенсионеров, но и фотографии их картин и других творческих работ. Сейчас в коллекции книг более 20 историй тех, кто на пенсии не сидит сложа руки. Что такое поэзия? Это музыка души. Я все время пишу. Не то, что вот я… Вот у меня приходит, если что-то такое, я записываю. Я ношу с собой всегда принадлежности для письма. Рисуют, пишут стихи, занимаются наукой. О творчестве удивительных людей серебряного возраста рассказали школьникам. Чтобы те понимали, интересной жизнь может быть в любом возрасте. Нужно только прислушаться к себе и к своим потребностям. Современные дети, они перегружены информацией совсем другого рода. Они любят другие песни, они любят по-другому общаться. Но вы, наверное, сегодня видели, что ребята были очень интересные. И мне кажется, им тоже было интересно посмотреть, послушать, запомнить. Потому что люди, о которых мы сегодня рассказывали, удивительные. С выходом на пенсию она приобрела другие грани. И очень приятно, что сегодня в зале присутствует молодое поколение. Те люди, которым жить в будущем. И очень важно, чтобы они уже сейчас видели вот такие достойные образцы для подражания. Каждый месяц в Самарском дворце ветеранов будут проходить встречи пенсионеров со школьниками, на которых ребята смогут больше узнать о героях ветеранской книги рекордов. Елена Малютина, Григорий Пляшаков. События. Поражение от лидера премьер-лиги и чемпиона страны. Крылья советов могли свести матч с питерским «Зенитом» в ничью, но по традиции пропустили мяч в свои ворота на последней минуте встречи. Эта неудача опустила клуб с шестого места на восьмое в турнирной таблице. Сергей Кизоркин расскажет, как это было. Первый тайм. Крылья советов играли от обороны. На 28-м минуте она дала трещь, но гол на свой счет записал Юрий Жирков. И действующий чемпион России по футболу, питерский «Зенит», уже начал праздновать легкую победу на Самара-арене. Хорошо сегодня играли, особенно первый тайм, образцово-показательный. Создали большое количество голевых моментов. К сожалению, смогли забить только один мяч. После перерыва самарские крылья советов полетели отыгрываться. Атаки следовали одна за другой. Но мяч предательски не залетал в ворота гостей. Не получалось улучшить личную статистику и бомбардиру клуба Александру Соболеву. Тем не менее, эксперты его игрой остались довольны. Соболев, во-первых, играет лучше, чем я. Это 100%. Я не забивал 10 мячей за 16, если не ошибаюсь, или 14 туром. Соболев – ценностребленный парень, который любит футбол. Я уверен, что он будет держаться на уровне и двигаться вперед. Но, конечно же, нужно за шанс цепляться. Пока забиваешь, пока вызываешься в сборную, нужно использовать свой шанс. Я ему этого желаю. Я надеюсь, что так произойдет. Губернатор Дмитрий Азаров верит в талант и мастерство футболистов крыльев советов. Уверен, самарская команда в этом сезоне попадет в топ-10 чемпионата страны. Матч понравился. На поле была команда. Команда не развалилась под прессингом, конечно, более мастеровитого «Зенита». На мой взгляд, очень важно, что мы проявляем характер в каждой игре. Мы проявляем сплоченность. Мне кажется, это и есть главный залог будущих побед. Точку в матче крылья советов «Зенит» в добавленные две минуты поставил Артем Дзюба. За пару секунд до финального свистка нападающий сборной России хладнокровно поразил ворота Рыжикова. Вышел один на один после паса от Азмуна. Поражение от «Зенита» прервало у крыльев советов победную серию из трех матчей. Покинув шестое место в турнирной таблице чемпионата страны, команда разместилась на восьмом. Впереди домашний матч с «Казанским Рубином». «Самара-арена» ждет болельщиков 4 ноября в понедельник в половине шестого вечера. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...